Всем привет, доброе утро, Ваекра! Начинаем нашу ежедневную трансляцию. Сегодня продолжаем тему, которую мы начали с вами. Будет, ну в общем, очень важная тема. Просто невероятное что-то. Что-то невероятное. Доказательство Бога. Всем доброе утро, привет! Так, подключаемся, пишем, кто тут. Сейчас посмотрим. Антропоморфный принцип. Посмотрим, что википедия про это пишет. Так, ну все, да, всем привет, всем привет, шалом класс, класс шалом. Влад Косов, привет, Алекс. Так, всем привет. Доброе утро, Оксана, Лена, Нивни Фэмили. Ну что, готовы, да? Значит, чем мы с вами занимались в прошлый раз? В прошлый раз мы с вами начали заниматься, задали вопрос. Точнее, есть, в общем, такая проблема, есть идея такая, Евпатория. Игорь, доброе утро. Значит, идея такая, что если... Слышно хорошо, да, могу, могу... Давайте я сделаю ближе, короче. Не буду никого спрашивать, сделаю ближе микрофон. Ну, значит, идея такая, что если у меня нету обоснований логических, бог да или бог нет, тора да или тора нет, то почему я должен предпочитать это чему-то другому? То есть, неважно, я тогда верю в одно, верю в другое, верю в макаронного человечка, в... Ну, в общем, я могу верить во что угодно, если нету для этого каких-то обоснований. И это, в общем-то, основная идея, то, что мы хотим сделать в этом курсе. Ответить на три вопроса. Почему бог? Почему тора? И третье, почему в этой торе там есть какие-то мудрецы, которые еще что-то там добавляют, убавляют, прибавляют, как может показаться. Значит, это тот вопрос, на который мы отвечаем. Первый ответ мы на это дали, мы отвечаем пока что на вопрос про бога в целом. Просто вот я живу где-нибудь вообще, не просто живу где-нибудь, где живу, где-то далеко, в глуши живу. Вот как я могу, по каким вещам я могу в жизни... Кофе пить, спасибо. Значит, по каким вещам я могу вообще прийти к выводу, что в этом что-то есть, да, то есть, ну, с чего я должен взять, что бог, он вот где-то здесь вообще присутствует. Первый ответ, который мы с вами дали, в первом занятии мы сказали про причинно-следственную связь. В общем, смотрите там, если коротко, цепочка причин и следствия, у всего, у чего есть начало, есть причины, мы спрашиваем. Ну, то есть, я обиделась. Я обиделась. Вот прям я сейчас запишусь сразу. Это по-настоящему примеру надо было первым приводить. Я обиделась. И, значит, какой вопрос на это? Я обиделась. Какой вопрос на это сразу? За что? Ну, почему? То есть, было, ничего не было. Потом бац, я обиделась. Чего ты обиделась? Ты сразу спрашиваешь про причину. Вот это хохма, коахма, да, сила чего. Мудрость это в том, когда ты понимаешь причины. Причина-следственная связь. Дальше эта цепочка не может быть бесконечной. Значит, у первой причины, если должна быть первая причина, значит, у нее самой нет начала, и ты не можешь спросить, а почему было вот это? Окей, это все смотрите там. К этому в прошлом уроке я только одно дополнение хотел еще сказать, то, что я не сказал тогда, что вот это первая причина, у которой нет начала, то есть, она бесконечная, там нет конца. Мы говорили с вами про бесконечный экран, что мы воспринимаем только то, у чего есть рамка или где есть какая-то отметинка. То есть, должны быть ограничения, чтобы разум мог что-то воспринять. Теперь, что такое тот, кто не ограничен ничем? Вот это вот, если это продумать, прочувствовать, можно, я, меня на недельку забрало прямо в астрал просто унесло. Значит, кто такой, кто не ограничен ничем? Мы, в принципе, живем, возьмем только два параметра, пространство и время. Я сейчас сижу в определенном месте, в определенный момент времени. Я не могу сдвинуть этот момент времени в своем существовании, в своем ощущении. В общем, не могу ускорить. То есть, время субъективное я воспринимаю, ну, то есть, в зависимости, там, Яков, например, он любил Рахеля, у него была цель, так для него годы, 7 лет прошли вот так вот. Но, то есть, мы воспринимаем субъективно, но, в принципе, объективное время двигать мы не можем. И точно так же пространство. Максимум, что я могу сделать пространством, это передвигаться в нем быстрее или медленнее. То есть, я могу бежать быстрее, могу натренироваться еще быстрее бежать, но есть всегда ограничения. Теперь, кто менее ограничен пространством? Ну, там, чемпион мира по бегу, да, он чуть-чуть меньше ограничен пространством. Тот, кто придумал истребитель, он еще меньше ограничен пространством, но ограничен все равно. Есть параметры, только те, в которых он может действовать. Так, теперь, этот человек, который меньше ограничен. Теперь, кто еще меньше ограничен, чем бы то ни было? То есть, мы как бы к Богу постепенно переходим. Еще, например, если бы я мог находиться здесь и еще в другом месте одновременно, я уже меньше ограничен пространством, да? А если бы я мог находиться еще в трех местах одновременно, еще меньше. Теперь, кто такой абсолютный и совершенный в плане пространства? Это тот, кто может находиться во всех местах одновременно. Как если бы я был таким супергероем, который телепортируется и там делает свои дубликаты, везде находится. Это в плане пространства. В плане времени то же самое со временем. Я иду только в одном моменте временного континуума. Но если бы я мог переноситься и ставить время на паузу, перематывать назад, вперед, да? И играться им, то я уже не нахожусь в ограничениях времени, я уже нахожусь вне... То есть, время... Я не подвластен этому времени. Это тот, кто находится вне пространства и вне времени, то есть, тот, кто владеет всеми этими моментами и находится над их условиями, в общем. Да. Это к прошлой теме. Значит, теперь сегодняшняя тема. Первая, в общем, из причины и следствия. Догадательство второе. А это называется... Если по-английски intelligent design, либо это называется... То есть, тут как бы три фактора. Сложность, цель, упорядоченность и цель. В чем состоит это доказательство? В общем, доказательство и сложности, и упорядоченности мира. Как-то вот Яша Ашатагин здесь недавно выкладывал... Я видел, по-моему, в сториз у него было. Он выкладывал там два снеговика таких нарисованные, и один снеговик другому... Ну, они стоят такие с морковками, значит, веселые снеговички, и один другому говорит, в смысле нас кто-то создавал, никто нас что-то несешь. Мы сами эволюционировали из снежинок. Так, вот, в общем, теперь, в чем идея этого, как бы, вот глобальный весь этот аргумент. Теперь, если в него, ну, войти, его разъяснить, это очень такая сильная штука. Теперь, как его обычно, это называется, дилемма как-то часовщика в пустыне или часы в пустыне. То есть, как это обычно звучит, примерно так, что идешь ты по пустыне... Давайте начнем с простого примера. Идешь ты по пустыне, и видишь, вставлена палка. Да, Наташа Блау Боггерту. Значит, и стоит палка в... Ну, вставлена палка так. Да, просто... Теперь у человека вопрос сразу какой? Откуда палка? Ну, и дальше там могут быть варианты. В принципе, достаточно вероятно, что в этой ситуации, ну, кто-то вставил, кто-то целенаправленно вставил палку. Ну, могло быть, что ее как-то принесло, ну, как-то, да. Но потом, например, ты вытаскиваешь эту палку, и видишь, там вот ее, ну, конец, он уже так тонко, ну, ровно срезан. И ты понимаешь, ого, здесь что-то упорядочено, здесь уже оно не просто так произошло. Дальше можно это разгонять. А теперь ты видишь, это не палка, а такое очень ровное полено такое, отчесанное со всех сторон, наждачки явно прошлись. И ты понимаешь, что эта палка явно тут не сама как-то вот она появилась в результате. Это, ну, как бы, это самые простые примеры, то есть, это просто мы еще от бревна не ушли никуда. Тут уже подозревать, что это как-то само собой произошло без внешнего упорядочивающего, уже, ну, нужно быть таким необычным человеком, чтобы это предполагать. Вот дальше, если это разгонять там уже до часов, да, часы в пустыне, идешь ты по пустыне, идешь ты на полуне, по пустыне, я не знаю, идешь, находишь механизм, как часы такой сложный, или вот телефон находит, что-то, ну, чисто в примере часы там, и видишь там, разбираешь их там, все эти винтики, и теперь, ну, как бы, вероятность, что это произошло как-то само собой, очень мала, и огромная вероятность того, что кто-то эту систему составил и упорядочил. И это интересный пример, да, то есть, это то, как Авраам пришел к Богу, это, в принципе, вот это доказательство, значит, это, надо тоже записать, это путь Авраама, горящий замок. Авраам, Моше видел горящий куст, и у Авраама тоже была вот эта история, что он как бы шел по миру, смотрел на мир и увидел, что этот мир похож на горящий замок, и с одной стороны он упорядоченный замок, и говорит, ну, не может, но с другой стороны он горит, и говорит, он не может быть замок без хозяина. И значит, у всего этого упорядоченного, сложного мира есть хозяин, Но с другой стороны, все время происходит в мире какая-то жесть, тяжелые события, какие-то, ну в общем, холокосты происходят, вся еврейская история, то есть что-то сложное, то есть с одной стороны есть порядок, с другой стороны есть хаос, и они все время находятся в таком, в борьбе и в мире, и в душе человека. Все время есть вот эта война между силами такими света, упорядочивания, ясности и понимания, между силами, которые это понимание забирают и вносят в жизнь много хаоса. Это на интеллектуальном уровне, на эмоциональном. Альбина, привет! Значит, теперь, значит так, это мы бы говорили про палка в пустыне, значит часы в пустыне, то есть если ты нашел часы в пустыне, то ты как бы автоматически, ну должен прийти к выводу, что ну кто-то это, кто-то, кто-то это делал, да. Теперь, если пойти дальше еще, да, ну то есть с айфоном еще сложнее, там нашел там боинг, да, в пустыне, ну как бы, ну то, что он сам собрался как-то сложно предположить, потому что ты видишь упорядоченную систему, в упорядоченной системе есть сложность, к ней приложен разум внешний, который складывал все части сложные вместе, и у любой сложной вещи есть цель. Теперь смотрим так, значит, если вы смотрите, три параметра, я сейчас это прям, мне кажется, это очень просто объяснить, есть три параметра, разум, сложность и цель. Теперь смотрите, ребенок, что он может собрать? У него разум маленький, он может, соответственно, сложность собрать, ну то есть какое-то лего там собрать, если он совсем маленький, он там может просто поломать его, если он постарше, он уже что-то простенькое может собрать, дальше больше разума, больше, больше сложность того, что он может сделать, лего уже там такое становится, потом он хочет уже конструкторы такие сложные, потом там, ну в общем, он становится все умнее, все больше сложности этого мира понимает, и все сложнее вещи может креатить и создавать. И теперь выводим три, то есть разум равно сложность, ну то есть сложность системы, которую ты можешь создать, равно цель. Что за цель? Уровень разума равен уровню сложности, равен уровню цели, вот так это работает. Значит, как это связано с целью? Например, вот что, ну стаканчик, да, там я мог, например, пойти из глины сделать стаканчик сам. Кстати, в детстве меня отправили на гончарный, так что я действительно могу сделать стаканчик. Ну то есть нужно какие-то знания базовые, ну в принципе, да, то есть как-то из чего-то можно сделать, короче, стаканчик, из дерева вырезать. То есть это приложение какой-то там смекалки, ну такой, не сильно высокой. Теперь дальше, и то есть, соответственно, мой разум такой вот, и сложность, которую я сделал, ну что-то там вырезал из деревяшки. И цель этой вещи, она какая? Ну попить из нее, да, такая, ну достаточно простая, понятная цель. Теперь, чем получается выше разум, тем сложнее вещи, тем круче цели. То есть, например, берешь вот этот телефон, по которому я даю трансляции сейчас. Эта система просто несоизмеримо намного более сложная, в которой тысячи, если я не знаю, сотни тысяч, если еще больше компонентов, которые работают одновременно для того, чтобы показывать трансляции, звонить, что-то мне показывать, какие-то уведомления. То есть, это дико сложная, дико сложная система. Теперь, разум, я когда вижу телефон, я понимаю, что это был не мальчик, который лего собирает, это был человек или много людей, которые вложили в это очень много разума и интеллекта. Соответственно, сложность этой вещи очень высокая. То есть, из сложности я вижу, что здесь был большой разум. И цель этой вещи, она тоже здоровенна, то есть, она сложная, ну, то есть, это не водички налить и попить. То есть, тут сейчас 100 человек со всего мира смотрят трансляцию, да, то есть, это ого, это не просто так. Это уже вещи со сложными целями. Теперь, когда мы смотрим на мир, теперь переносим все это, вот эта схема, да, разум равно сложность, равно цель. Теперь переносим это на мир и на Бога, на Бога в целом. То есть, если Бог – это абсолютный, абсолютный разум, да, абсолютный, то есть, его постижение невероятное, он абсолютный и никак не постижимый, то тогда его разум, соответственно, бесконечный, соответственно, сложность, которую он может создать, она, то, что мы понять реально не можем. И, соответственно, цель, которая за всем, за этим стоит, за всем миром, она тоже нереальная. Теперь, где мы видим вот эту упорядоченность в мире, где мы видим эту упорядоченность в мире? Этих примеров очень много. То есть, например, самый простой это, вот, да, супер, Максим, да, уровень разума равно уровень сложности, равно уровень цели. Где мы это видим, например, человек так живет, и у него пока вся жизнь его работает нормально, он не задумывается. Только когда его машина ломается, он лезет под капот и начинает понимать, что он об этом мире очень мало что знает и мало разбирается, как оно все работает. Теперь жизнь, она понятна, жизнь простая, пока не сложно так, и тебе тогда, пока она работает, ты можешь в ней функционировать. Теперь, если вникать в сложность этой жизни, то мы увидим, что этот мир сложный невероятно. Мозг наш просто стирает какие-то глубокие вещи, такие сложные схемы, чтобы мы просто могли нормально функционировать. Но если в них вникнуть, любой человек увидит, что сложность этого мира зашкаливающая, соответственно, разум, который это создал, он тоже зашкаливающий. Теперь, где мы это, например, видим? Ну, какие еще примеры есть? Там, например, эволюционисты, да, даже которые сами эволюционисты, они приводят к примеру, что все равно шанс возникновения жизни первоначального, он такой же, как если бы ураган на свалке машин собрал бы Боинг. Или второй пример такой, тоже наглядный, это если бы взрыв на чернильной фабрике создал бы библиотеку. Теперь, ДНК-код одного человека, это библиотека сколько-то, ну, в общем, какая-то, это много, я не помню, сотен, тысяч библиотек вместе. То есть, это логичные, упорядоченные слова, вот этот ДНК-код. То есть, чтобы их сложить, нужно туда прикладывать усилия и составлять эти кубики большим разумом. И рандомом это, чтобы оно что-то взорвалось, краска, и эта библиотека вся внутренняя создалась, это очень маловероятно. Окей, значит, теперь самый пример такой видный, очевидный, это мозг, например, человека. Это самая сложная вообще во Вселенной вещь. То есть, это самый сложный объект во Вселенной. Он сложнее, чем вся Вселенная, вот эти нейронные внутренние связи. То есть, внутри нас, то есть, сейчас во мне и в каждом из вас функционирует объект самый сложный во Вселенной. Сразу из сложности у нас опять какой вопрос, какого уровня разум это создал, если сейчас миллионы ученых как бы вместе сидят и как бы только начинают постепенно вникать в его структуру и как бы примерно осознавать вообще, что такое наш мозг, то есть, какой разум тогда создал наш разум. И второй вопрос, который у нас из-за этой сложности возникает, а какая у этого цель? Потому что цель должна быть тоже какая-то невероятная. Это первое, да, то есть, это из мозга. И второе, это то, что я видео сюда прикрепил, посмотрите, обязательно, оно просто mind-blowing, как это по-русски сказать. В общем, шокирующее, да. Внутренняя жизнь клетки, это просто ход, ну, то есть, то, что внутри человека, по-моему, 100 миллиардов клеток. Теперь там вот на какой минуте 5.30, да, то, что я приложил, там такой, знаете, такой длинный парень такой шагает, переносит нуклеиды какие-то. В общем, там это что-то невероятное. То есть, там сверхсложная система. В нас мы состоим из 100 миллиардов вот этих вот кубиков. И каждый из этих кубиков, он сложный, как просто там, как биологи говорят, что если... Да, это полный взрыв мозга. Биологи говорят, что если клетку взять и растянуть на размер Лондона, то мы увидим с вами невероятный космический какой-то корабль с кучей этих шлюзов, куда что-то входит, выходит. И если ты залезаешь внутрь, ну, вот видео, если посмотрите, вы увидите, что там внутри. Теперь это одна 100 миллиардная. И вот этот парень, который там шагает на 5.30 внутри клетки, в нас получается как минимум 100 миллиардов таких парней одновременно шагает. То есть, это сложность, которую, то есть, если в нее вникать, то, ну, как бы мозг просто, он просто отключится, мне кажется, в тот же момент. Теперь весь мир сложный. Если я даже про палку, которая вставлена в землю, я уже начинаю подозревать, что, может быть, она оботкнулась здесь не сама, то чем сложнее система, тем меньше возможности вообще подумать о том, что это как-то оно само собралось. И в чем идея, основная доказательство, что нужен внешний упорядочивающий для того, чтобы система была сложной и упорядоченной. Теперь, когда есть сложность, здесь был разум и был интеллигент, кто-то разумный. Теперь, поскольку мы говорим про Бога, так это бесконечный разум. Соответственно, есть какая-то цель у всего этого. Это второе доказательство. Первое из причин и следствий. Второе из сложности и упорядоченности. Отпишите, пожалуйста, если это вообще понятно. Может быть, есть какие-то вопросы, что-то еще разъяснить. Мне кажется, тема должна быть достаточно понятная. Может быть, как-то еще ее разъяснить или не разъяснять. Как вообще, как эта тема в целом вам, потому что она такая сложная философская. И как вам данные доказательства, в принципе, понятно ли то, что я рассказываю. Ну, в принципе, еще обязательно посмотрите вот этот видос. Это, конечно, что-то нереальное. Плюс сюда маленькое дополнение. Есть такое еще понятие, называется антропоморфный принцип. Что такое антропоморфный принцип в науке сегодня? Это то, что есть там 4 основных константы, по-моему, да, электромагнетическая, гравитационная. Так, в общем, ну, то есть даже если брать там теорию большого взрыва, для того, чтобы все взорвалось и держалось, и там атомы не распадались, и, в общем, все оно происходило, как происходило. Там есть тысячи параметров разных констант, которые должны были держаться на определенном уровне, и одну из этих сотен тысяч ты там смещаешь. Видео прикреплено здесь в описании. Одну из этих констант ты смещаешь там на 0, там она, я не знаю, это константа, она там, там куча знаков после запятой. Ты ее смещаешь на какой-то там 0-0-0-0-0-0-1, вся система рушится. И то же самое, то есть это про существование Вселенной в принципе. Теперь, когда мы доходим уже до планеты Земля, то тоже ты Землю приближаешь там чуть-чуть, она уже, она сгора, ну, то есть здесь была бы пустыня везде. Чуть-чуть отдаляешь, воды бы не было, и жизнь была бы невозможна. Чуть-чуть отдаляешь, она вся замерзает, то есть там и все вот эти константы плюс должны сойтись. Расстояние, скорость вращения, луна, луна обязательно должна, в общем там безумное количество переменных, одну из них, из множества, чуть-чуть переключаешь, и вся система рушится. В чем здесь идея, что все, то есть весь мир, он как будто бы подстроен под то, чтобы здесь была, была жизнь. Теперь, как все эти константы должны случайно сойтись и все держаться на одном уровне, чтобы оно все одновременно существовало и поддерживало то, что я сейчас здесь даю трансляцию, и мы как бы, то есть сейчас любой человек сидит, он не думает о том, сколько для этого нужно факторов, а их, по-видимому, миллионы, миллиарды, и любой фактор чуть-чуть его изменить, и все лопнет. Как вот это все держится, и вдруг оно сошлось вот так вот на одном месте, ну, то есть это та же самая идея, как про палку, про боинг на свалке, про чернила и библиотеки. То есть должен быть кто-то, кто сидит за этим, за микшером, да, и крутит вот эти вот, то есть настраивает тонко всю систему, чтобы она функционировала. В общем, аргумент второй. Сложность, упорядоченность и цель. Всем, блин, вот такая сложность, была тема про сложность, и тема, я понимаю, она, наверное, достаточно сложная, но это сильное доказательство, и это, ну, в общем, хорошая, хорошая тема. Был очень рад провести с вами это, о, да, вот, да, Максим, правильно, значит, есть книга Натана Авезера, это хорошая очень книжка, то есть он рассматривает это не, ну, как бы, с точки зрения, он соблюдающий еврей, но он рассматривает это больше с точки зрения эволюции, показывает, что эволюция не мог, то есть даже скажем, что была эволюция, она не могла произойти сама, то есть проблема эволюции, как бы, эволюции нет проблем, проблема, когда в ней, если говорят, то есть там есть философия случайности, то есть у Тора есть проблема в основном только с философией случайности, что все бессмысленно, бесполезно и случайно, теперь если их разделить, да, а это сделать очень легко, и самой, даже если брать, рассматривать эволюцию, что это было, там очень легко увидеть, что, как бы, даже каждый процесс, и каждый период, и каждое изменение, тогда все равно кто-то должен был, ну, как бы, подключаться, и точечно вот так вот этот процесс подкручивать, да, чтобы, чтобы даже так оно смогло произойти. О-о-о, класс! Все, всем доброго утра, теперь к чему это все нам нужно, к тому, чтобы, то есть вот эти, эти вещи, две, вот эти причины и следствия и сложность, это то, что находится вокруг вас постоянно, вы сейчас где-то смотрите на экран, да, в этом экране, там, я не знаю, сколько это, тысячи пикселей, да, или тысячи квадратиков, и это, блин, сложно, и вы можете просто сидя за своим экраном, или просто посмотрев, посмотрев на, я не знаю, даже на отпечаток пальцев, и подумав, сколько здесь клеток, и сколько, то есть не нужно даже идти никуда, как написано у Йова, по-моему, мипсари ре лока, да, что из, из, ну, дословно, из мяса своего увижу Бога, то есть мы, мы, мы невероятно сложные создания, не нужно особо даже никуда ходить, чтобы увидеть, что здесь что-то есть, что-то большее, чем просто набор клеток и атомов. Всем большое спасибо, спасибо за внимание, всем шаббат шалом, я желаю вам всем поймать ощущение чего-то большего в вашей жизни, и увидеть это в ежедневных вещах, понятиях, событиях и отношениях. Все, бай, гуд шаббат, всем хорошего, всем хорошего настроения, мы эту тему будем продолжать, у меня еще есть доказательств, ну, наверное, 5 как минимум. Все, бай, всем хорошего настроения, если есть вопросы по предыдущим двум урокам, когда будет следующий, пишите. Кирилл Котелянский, спасибо. Все, бай.